Добрый вечер, дорогие друзья! Каждый человек – это уникальная личность. Каждый из нас неповторим в своем наборе ДНК, в своей душе. И поэтому тема личностного развития необычайно актуальна во все времена. А в наше время, во время развития индивидуальности человека, эта тема актуальна и востребована особенно. И сегодняшняя гостья передачи «Избранный» – человек-пассионарий, находящийся на пике волны нового времени. Человек, который вносит огромный вклад в развитие культуры и духовности нашей современности. Итак, встречайте, консультант в области личностного развития, красивая девушка Меруэрт Кайдарова. Добрый вечер, Меруэрт. Добрый вечер, Карина. Я очень рада, что вы нашли время, зашли к нам на передачу «На огонек», «Теплый душевный», на передачу «Избранный». У нас только самые интересные личности бывают в гостях, действительно избранные, которые достигли в развитии своей уникальности границы, выделяющей их из толпы. То есть каждый человек уникальный, но избранный тот, чья уникальность уже сияет особенно ярко, она заметна. Вот как вы, например, я знакома с вашей мамой Махабат Кайдарова, создательница брачного агентства «Мегалав», замечательным астрологом, астропсихологом, обаятельнейшая, мудрая, добрая женщина. И какая у нее красивая и мудрая дочь, да, тоже. Просто очень приятно с вами познакомиться, наконец-то, вживую. Давайте сразу начнем от печки главной. Консультируйте личностное развитие. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Консультирую я не только клиентов со стороны мамы, то есть когда к ней приходят, обращаются в основном это женщины, взрослые от 30 и старше. Также я готовлю студентов поступления Жоргениева, либо на журналистов. Какая-то творческая профессия. Бывает так, что клиент находит меня сам в плане, что у него идет душевный застой, кризис, стресс, депрессия, невроз. Он не может выйти из состояния стагнации, болота, то есть я полностью его разворачиваю к себе. То есть отрекись от внешнего мира, отрежь все ненужное, давай мы вернем в тебя. Кто-то есть, что-то есть, что тебя заполняет. Ну, как правило, человек начинает плыть на этих вопросах, потому что внутри идет пустота, плюс какие-то внешние факторы стресса, неврозы. И мы начинаем читать, просто идя, грубо говоря, по школьной программе, то есть что не зафиксировало в детстве, в юности, в подростковый период. Мы возвращаемся к старым книгам, мы возвращаемся к старым рассказам, там вплоть до Вишневого сада, и мы прямо разбираем каждое произведение. Параллельно книгам я даю задание смотреть фильмы, некоммерческие фильмы это, режиссеры Европы, Азии, Дальний Восток, и заставляю людей писать рецензии. Почему рецензии? Потому что во время прописания рецензии люди умеют учиться складывать слог, формирование мысли, подача, то есть четко, лаконично, ясно. Он не привязывает свое мнение, но при этом умеет формировать свои мысли. Параллельно к фильмам также он у меня читает и учит стихи, то есть это уже актерское идет мастерство, потому что во внешнем мире надо как-то обороняться, либо как-то адаптироваться, и в момент надо либо улыбаться, либо когда хочется плакать, надо просто взять себя в руки и уже выставить, выдержать позицию, быть в тылу. И плюс это развивает память, как ни крути, потому что нынешняя молодежь, да и не только молодежь, мы пустые, чтобы мы не изучали, чтобы мы не смотрели. Если нет базы, основы, фундамента, идет пустота, и эта пустота потом разъедает душу, и если душа разъедена, там уже не соберешь ее ни психологом, ни астрологом, как ни крути, какие бы специалисты сильные не были. Потому что вся сила, она идет изнутри, а когда есть база, есть знания, то эта уже сила, она непоколебима, что бы ни происходило в внешнем мире. Вережда, что вы называете пустотой внутри? Пустота, в моем понятии пустота, это когда нет желания, нет действия, когда нет стремления, либо когда человек присущает совсем, ну, некий такой духовный коллапс. То есть несколько категорий людей, которые пустые изначально, не хотят ничего двигать, изучать, стремиться. И люди, которые не то чтобы достигли предела, но они достигли какого-то уровня определенного, и не знают, как это реализовать себя, во внешнем мире подать. И приходят опустошения, руки опускаются, и приходят и депрессии, и стрессовые ситуации. Ну, затяжная депрессия в основном. То есть в любом случае пустота основывается на какой-то форме невежества, правильно я вас понимаю? А вот изначально пустота, почему вдруг человек приходит к вам не присыщенным материальной действительностью, внешней, да, а вот пустым изначально? Вот это что? Это грехи воспитания? Родители не прикладывали внимания какого-то к своим детям? Или это какой-то склад личности? Это все внешние факторы, которые влияют на формирование ребенка, на личность в дальнейшем. Я вообще не люблю говорить, что родители виноваты в том-то, в том-то, ни в чем они виноваты. Они как могут так воспитывать, как могут, они кормят, поднимают, стремятся, идут. И это уже зависит от человека, от ребенка изначально. Либо ты будешь дурю маяться ходить и прожигать свое время, либо ты сядешь и конкретно начнешь что-то изучать, углубляться. Ну, наши родители это проводники, они привели нас во внешний мир, все. Дали тебе жизнь, дорогу, показали, вектор указали. Дальше, если хочешь, развиваешься, не хочешь, то уходишь за бытие какое-то, и приходит, опять-таки, это состояние стагнации, ты дальше не двигаешься. Люди, которые приходят ко мне, это же не только возраст к 30 годам, ближе к 40, это женщины, которые не могут построить отношения. Это и, скажем так, молодые люди, от 17 и старше, где родители не понимают, где они наставят, допустим, чтобы он поступал на финансиста, а ребенок хочет идти на режиссера. То есть и там идут конфликты, и привлекают меня как третье лицо, чтобы я уже начала разбираться в ребенке, я начинаю ковырять, разговаривать, мы ведем очень долгие диалоги, беседы, и уже идет подготовка к той или иной специальности. Хочешь финансово, окей, давай сядем по финансам, прогоним. Хочешь творческое, садимся, пишем рецензии, изучаем наш козафильм, изучаем наших бомондов, наших режиссеров, ну, мастаков. То есть это те люди, которые подняли, воспитали культуру, как, что бы люди ни говорили, у нас есть культура, она архаична, она сильна, она мощна по-своему. Если углубиться в нее, то можно увидеть очень много сильных истоков, очень, где можно черпать и вдохновляться, и понимать, и верить, то, что вся серая масса, которая нас окружает, это не плохо, не хорошо, она есть. Надо ее принимать как константа. То есть во всех странах, во всех временах, во всех периодах такая масса есть. Но не надо уподобляться ею, то есть становиться как все. Я не говорю, что надо быть выскочкой, либо быть круче всех, либо быть пафосным. Нет, просто надо найти свою нишу. И именно через духовность, какое-то духовное начало, через нравственное начало, это надо прокачивать, прогонять. Потому что, ну, иначе, опять-таки, приходишь к тому, что ты добиваешься всех целей, ты добиваешься, возможно, каких-то материальных благ, и даже ты строишь семью. И бывает так, что в 50 лет женщина-мужчина, они одиноки внутри. Там будут бегать внуки, там будут бегать дети, но они не приносят этого счастья. Это все бытовое счастье, это счастье по крови, счастье по духу. Но когда дети уходят в школу, либо внуки уходят в детский садик, у человека приходят тоже такие моменты, когда он дальше не знает, как двигаться. Потому что ему все неинтересно. А чтобы такого не стало, надо всегда себя увлекать. То есть, ну, идти со страстью, как бы не говоришь, что страсть – это порог. Нет. Страсть – это не порог, это то, что двигает нами. Ну, страсть – это деятельность, пока мы живем в материальной действительности, она необходима тоже в той или иной степени. А все-таки вот меня заинтересовала ваша культура, терапия. Вот пришла женщина или девушка к вам, да? Вы в основном женщин, да, девушек? Консультируете или мужчин тоже? Ну, да, больше половины. Есть мужская сторона, как бы, тоже, но с ними сложнее. Потому что это менее дисциплинированный народ, скажем так, и сложно. Если мы занимаемся, это как минимум два раза в неделю. Я даю целый список домашнего задания. Если ты не выполняешь, я настаиваю на то, что не хочешь выполнять домашнюю работу, приходи, будем домашнюю работу делать во время встречи. То есть без закрепления материала и без разбора того или иного фильма, либо книги мы дальше не двигаемся. Но я смысла не вижу. Если он это не освоил на данный момент, то давать новую информацию для чего? Он может сам прийти, почитать эту книгу, взять другую книгу, сказать, я начитанная, я умная, я иду на волне. Но надо уметь читать между строк, понимать, что хотели донести, какой сюжет, какой смысл, какой посыл. Как-то вот так работаю в таком плане. Вы обсудили сюжет, посыл, смысл произведения. А что это дает вашему клиенту? То есть он начинает лучше понимать других людей, чем это себя? Да. Он, во-первых, видит не только сюжет, сюжетную линию, он видит игру, он видит параллели, он изучает типажи. Это не фильм, они коммерческие, ну, допустим, того же Ларса фон Триера, там, фильм «Догвель». Человек, который смотрит, он понимает, что это полный разрез представлений о кинематографе на данный момент, но при этом он понимает, что в этом фильме задействованы как минимум 5-6 типажей. И мы идем, там, главный герой, поехали, кто он? Сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. Почему? Что поспособствовало именно такого восприятия? Что поспособствовало именно этой ситуации? Почему она бежала? То есть сам фильм посыл то, что там, папа плохой, папа неплохой. Просто дочь не захотела принять папу, таким, какой он есть. Отсюда вытекает презрение, высокомерие, выходит у человека обиды. Мама, папа плохие, сестра не додала, брат отжал, не получилось. Это же мышление паупера, когда все вокруг виноваты. Никто не виноват. Ты садишься, сосредотачиваешься. Зачастую занятия у нас проходят также где-нибудь в кофейнях, неважно, там, где есть люди. Можно человека изучить по манере разговора, подачи, интонации, даже целое движение. То есть человека ты видишь, ты понимаешь, каким он был, какой он сейчас, что его гложет, что не гложет. Но для того, чтобы это увидеть, человек должен сам замолчать и уметь наблюдать со стороны. Мы сидим, как два сумасшедших со стороны, вроде как бы казалось, сидим, пьем кофе и смотрим, как сумасшедшего на одного человека. Я говорю, расскажи, кто он, сколько детей, сколько там ему лет, кем он работает. Счастлив ли он в этой работе, есть ли у него супруга, есть ли у него там, не знаю, кто-то, что-то, чтобы чем двигался и мотивировался дальше. Ну и вплоть до того, какой он в быту этот человек. Он аккуратный, неаккуратный, какое он в общении, в дружбе. 50% возможно мы промазываем, и я больше чем уверена, что мы промазываем. Но этот сам процесс, когда человек начинает затихать, притухать и прислушиваться, он для него очень важен. У меня нет определенной методики, я больше иду по наитию. Я разговариваю с человеком, я его вижу, начинаю, пытаюсь его как-то считать, понять, что он хочет. И уже подбираю и в том числе и фильмы, и книги, что ему ближе, что он освоит, что осилит. Если человек с сильным характером, я вижу, что не хватает знаний, я ему сразу сложные книги даю, то есть сходу. Давай, читай, пока не прочтешь, двигаться дальше не будем. Если человек с характером, и он амбициозен, и у него есть какие-то желания, он это делает, у него это получается. Трансформации идут, болезненные идут. Женщины, которые занимаются, они на Цветаевой плачут. Я говорю, давай, Цветаева, просто элементарный книг, читай вслух, читай по интонациям, читай по эмоциям, почитай мне по чувствам. Читается презрение, интонация, читается высокомерие, агрессия, это самые легкие качества, которые мы можем проявить. Говорю, хорошо, прочти так, что ты любишь человека, чтобы я поверила. И, как правило, люди не могут, потому что очень сложно в внешнем мире проявить свою любовь. Почему? Потому что мы, наверное, в первую очередь себя не любим, принимая такие, какие мы есть. Соответственно, мы не можем дать любовь во внешний мир. Может быть, мы не любим себя, потому что мы обманываем себя. То есть наши родители, может быть, или общество говорили нам, надо быть вот таким человеком. И мы, зная внутри, что мы не соответствуем образу хорошести, начинаем отказываться от себя, то есть обманывать себя, презираем себя в результате и не любим. Может быть, вот в этом тоже какая-то причина состоит? Может быть, но с этим справиться тоже возможно и даже нужно, потому что у человека вообще энергия делается на пять уровней. То есть это первый уровень от ноги до щеколотки, приземленное состояние. То есть можно даже считать, какие типы же людей живут. Второй – это уровень от щеколотки до паха, от паха до груди. Это третий, и это самый страшный уровень, потому что вроде он нас не приземляет к земле, но не дает вырваться. Здесь это авторитет, родительский авторитет. Это учителя, это друзья, бабушки, дедушки, мама, папа, которые говорят, вот он лучше, чем ты, у тебя не получается, потому что ты неудачник, либо ты недоделал. И все это оседает в виде комплексов. Человек не может дышать полной грудью. И на своих занятиях точно так же через актерское мастерство мы начинаем ставить миниатюры, постановки. И даже на занятиях видно, когда человек либо полной открытой грудью говорит, либо когда он зажат, ему трясет боль обиженного ребенка, неважно на кого, опять-таки, внешние комплексы, которые нам навевает общество. Если бы человек изначально был фундаментален, если была бы база, его бы мало что сломало. Ему было просто начихать на чужое мнение. У него есть свой мир, у него есть своя философия, есть свои какие-то постулаты, не убить, не украсть, не своровать, не обмануть. Но ты живи совестью, по чистоте, перед Богом, перед собой, перед пространством. И все, бурись дальше, иди, тебя никто не остановит. В караван идет собаки лают. И каждый раз реагирует на собаку, которая будет лаять, тявка, человек будет постоянно спотыкаться. Чтобы не было таких преткновений, даже если они есть, нужно принять удар, встать с колен и пойти дальше. Только по одной причине, что внутри будет дух. Дух с фундаментом. Но ведь очень много людей, вы сейчас тоже затронули эту тему, любят обвинять всех вокруг себя. Только не себя. Да. Потому что это самый легкий способ. Почему? В чем причина здесь? Это неразвитость. Мы боимся тогда, когда мы не знаем, не знаем той или иной ситуации. Мы обвиняем тогда, когда мы не знаем, как принять эту вину на себя. Маргеллановское мышление, оно всегда было, было и есть. И как ни крути даже у меня прослеживается это поведение, когда начинаю злиться, что-то не получается. Я ищу внешние аспекты, почему не получается. Ищу виноватых. Несмотря на всю теорию, на все знания, понимая, что это деструктивно, что энергия рушится. Как ни крути, мы будем искать виноватых. И это очень плохо. Потому что мы уничтожаем человека, которого мы находим объект, якобы, который виновен. И в первую очередь мы тянем свое время. Мы не принимая свою ошибку, мы начинаем перекладывать на чужого человека. Но как же справляться? Вы как справляетесь? Мне нужно время какое-то. То есть я очень импульсивный человек, эмоционально не смотря ни на что. И мне нужно сутки-двое выждать. И этот момент я просто сохраняю в себе свое «я». Ну, не то чтобы я, скажем, всю ситуацию, я ее просто прогоняю от третьего лица, от второго лица. И я смотрю и понимаю, что действительно, да, человек мог бы сделать, но не сделает этого причинного и бесполезно заставлять этого это делать. Поэтому лучше самой это принять. В следующий раз сделать другой какой-то план действий, построить другие шаги и уже стараться не повторять этих ошибок. И можно, ну, так же, не знаю, для меня мантры, медитации какие-то. Ну, в первую очередь за книги все. Если я понимаю, что меня начинает нести в разные стороны, я беру книгу, у меня в ушах музыка. И мне так спокойнее. Ну, и единственное, наверное, успокоительное момент – это мой сын. Это такое нежное, созидательное состояние. Если он видит, что меня все в разные стороны несет, он все хорошо, все хорошо, хорошо. Во-первых, он никого не подпускает ко мне, он сразу такой, как некий хранитель мой. И, во-вторых, он сам не лезет ко мне. Он может спокойно рядом лечь, он может поцеловать меня, обнять, взять расчет, скончать волосы гладить. То есть мы с ним ролями меняемся в этот момент. Он становится для меня родителем, а я становлюсь как маленький ребенок. И этот период я беру для того, чтобы восстановиться. И оно мне помогает так, по крайней мере. А вот все-таки лучше человеку оставаться большую часть своей жизни на позиции родителя, если мы затронем Берновскую теорию, да, взрослого или ребенка. И как правильно суметь переходить от позиции к позиции в зависимости от жизненных ситуаций? Можно ли этому научиться? По системе Берна и его теории я никогда не основывалась. Я вообще, когда была беременна и понимала, что мне надо воспитать сына достойно, так и так и так. Вся теория, она полетела в тартарары. Когда ты видишь маленький комок счастья, ты понимаешь, что ты будешь зависеть от того настроения, того желания. И весь эгоизм, который есть в человеке присущий, он отступает на второй план. И я воспитываю немного по-другому. У меня ребенок, мой друг, в первую очередь. Он видит и падение, и взлеты, и тяжести, и счастье, и гармонию. Если это победа, то я понимаю, благодаря кому я стою каждый раз. Если это падение, я знаю, что я приду домой, и ребенок мне поставит там чай, конфеты, и мама, все хорошо, давай вставай, давай поспи, отдохни. И я с ним, наверное, с самого детства очень со стороны казала строго. Это было не строго, скорее всего, это было равенство. То есть сказал, отвечай за действия, не сказал, получишь. Если ты не можешь за свои действия ответить, то все, разговоры будут короткие. Я там начинаю ограничивать гаджеты, какие-то интересы. Но и при этом у нас с ним идет, ну, допустим, летом с ним обойговались. Я читала Дэниела Киза, он читал Дэниела Киза, разные книги. Я понимаю, что опять школа придет, и меня вызовет директор, скажет, что не ту книгу вы даете, не по возрасту. Но ребенок не хочет читать то, что ему по возрасту сейчас положено. И я уважаю его выбор. Он занимался музыкой 4 года, скрипка – самый сложный инструмент. Это был очень сложный период в плане, что гимназия, лингвистика, плюс скрипка. И в марте он мне сказал, мам, я высокий, и до меня докапывают старшеклассники. Говорит, ты как представляешь, что я буду смычком отмахиваться? Я говорю, хорошо, что ты хочешь? Верни меня в спорт. Я не успеваю. Я хочу заниматься спортом. Хорошо, бабушка там поплакала, музыковед, что столько сил и усилий было затрачено. Я сказала, окей, мужик растет, все хорошо. То есть любое его начинание, если оно не абсурдное, если оно не идет во вред ему, всегда за ура. И зачастую мама говорит, у меня такое ощущение, что ты себя не сына родила, как будто я родила тебе сына. И вы как брат и сестра вдвоем носитесь, бегаете по квартире шашками, кричите и визжите. Не верю в воспитание, где используется кнут. Дисциплина – да, строгость – да. И привитие чувства, что ты не то чтобы должен, а есть честь, есть доблесть, есть достоинство и умение брать ответы за свои слова. Тем более растет мужчина. А остальные теории, сколько бы я их ни изучала, ни рассматривала, все книги перелистывала, это не мое. Не хочу так, не хочу идти по стандарту, не хочу идти по теории, потому что каждый человек, он индивидуален. Невозможно под одну пленку, под один кнут, либо гребенку подогнать всех. Я знаю, что ваша мама, Махабад Кайдарова, это известный астропсихолог. А вы как, переняли от вашей мамы увлечения эзотерическими практиками? Да, было время, ну как было, я росла бы, там у меня мама астропсихолог, получается, тетя астролог, тоже профессиональная. Меня, честно говоря, мама это увидит, будет ругать дома, но меня иногда нервируют прогнозы. Если что-то где-то не получается, мама очень, скажем так, добрая, она слишком добрая, она слишком терпеливая. И люди, которые у нас окружают, если у них идут какие-то косяки, либо какие-то нехорошие действия со стороны, она говорит, вот там солнечное затмение, Меркурий прожег, ушел в первый уровень. Я думаю, боже мой, мама, какой Меркурий! Я говорю, человек безнравственный, я говорю, таких надо наказывать, я говорю, хватаем кнут, бежим. Она говорит, нет, Балава, надо быть терпеливее. Она может быть права, либо я незрелая, еще неопытная, может быть, просто надо проигнорировать данную ситуацию, но я не могу, как она, допустим, полностью все аспектировать, все детализировать и говорить, что Меркурий виноват. Нет, Меркурий не виноват. Меркурий тебе дает возможность развивать свой мозг. Если Меркурий уходит в ретроград, да, лучше сядь, остановись, отдышись, потому что все бесполезные действия во внешнем мире будут, они бесполезны. Все пойдет в обратную сторону. Многое, что человек поступил так или иначе, потому что у него там Венера упала на первый уровень. Нет, Венера не может на первый уровень упасть. Она где-то там, светилище в небе, очень высоко и далеко. Но хочу ей сказать спасибо огромное в том плане, что когда я знакомлюсь с людьми, когда я, если мне нужно собрать быстро информацию, человеку понимать, как с ним вести переговоры, я его считываю, даже не зная его день рождения, то есть я его высчитываю по типажу. И понимаю, как с ним разговаривать, а в этом, да, помогла астрология очень сильно. Потому что, знаешь, определенные моменты, определенные какие-то ситуации планетарии. Ты понимаешь, что этому человеку бесполезно предлагать это дело, потому что не пойдет он. Если он водный и он везде видит фрага, он никогда не пойдет на какое-то такое, на рискованное дело. Либо он не будет энтузиастом. Это надо с огнем уйти, берешь, хватаешь огонь, пошли в бой, пойдем, все. А вода нет, она будет с книжкой тихо, спокойно сидеть и созидать, и говорить о духовности. Эзотерика тоже сильно помогла в том плане, что она мне помогает лечить людей с теми, с кем я работаю. Тем не менее, это идет техника на прощение, прощение себя и своих близких. Если ты не будешь понимать, что есть законы пространства, законы, неважно, Бог, пространство, космос, тем не менее, ты понимаешь эзотерически, что есть определенная высшая сила. Если ты не будешь следовать этим законам, то придет карма. Вот и все. Каждый кармический узел рано или поздно разворачивается, возвращается, и он дает о себе знать. Либо ты прорабатываешь себя к этому моменту, либо ты опять возвращаешься к той же самой ситуации, и урок повторяется. А прощение, какой метод вы отрабатываете при прощении? Это метод принятия или понимания того человека, который обидел? Или что? Принятие, в первую очередь, принятие той ситуации, которая была, либо которая может быть. Принять, не говорю принять, отпустить, простить. Нет, прими эту ситуацию, просто прими и пойми, что на тот момент ты ничего не мог сделать, что-то исправить. И второй момент, у меня больше не аффирмации идут. Я работаю именно с фиолетовым состоянием, это молитва Сан-Жармена, жители Атлантиды. То есть там есть определенные свои молитвы, свои техники, они в свободной форме. То есть там есть состояние огня. Каким бы он деструктивным небом, он может сжигать и прожигать города, но он может и поднимать целое государство благодаря огню. И через эзотерику, через эти молитвы зажигаем свечу, молимся, человек начинает там рассказать, что-то говорить. Бывает такое, что человек просто уходит, ему надо проплакаться, просто высказаться через огонь, через прочищение, очищение. Бывают такие моменты. Но я никогда не говорю, что ты должен принять, либо не принять. У тебя есть выбор. Либо ты принимаешь это и идешь дальше, либо ты не принимаешь, ты тащишь весь этот груз за собой и спотыкаешься. Тебе все тяжелее и тяжелее на каждом повороте. Вот. Ну, как-то так. У меня же нет образования профессионального, ни психолога, ни астролога. Я просто выросла в этой сфере. Для меня это было интересно всегда. Было желание три года позади поступить на психиатра, не на психолога, потому что психиатрию мне всегда было интересно. Ну, как заболевание, как состояние физическое, как меняется психологическое состояние, психическое, там, вплоть до химии. То есть внутренний состав организма, там все меняется. Но поняла, что я не могу сейчас себе этого позволить, в силу того, что мне надо двигаться дальше, потому что растет позади ребенок, и надо как-то дальше что-то делать, реализовываться и продвигать свои планы, идеи. А на ваш взгляд, в чем причина психиатрических заболеваний человека? Первая теория, насколько я понимаю, это все-таки генетическая сторона, причем женская сторона. Потому что шизген, он передается по женской линии, по всем учебникам, по всем статьям и литературе, что я изучала. И второй момент, если углубиться очень сильно, в 18 веке не было понятия шизофрении, было понятие как подлость, подлость, безнравственность. Поступить безнравственно, значит, это и есть подлость. Если ты поступаешь подло, значит, внутри тебя сидят какие-то сплиты, несколько личностей, которые считают, что вот так можно сделать, а вот так нельзя сделать. Но на этот период я сделала вот так, вот я поступлю подло. И только со временем уже, когда медицина стала развиваться, изучать психиатрию глубже, то стали давать какие-то термины, искать, выискивать проблемы, ситуации. Там вариантов много. Это может быть и насилие в детстве, это может быть просто какой-то садизм, который ты видел со стороны родителей, который отпечатывается в голове. Это может быть внутренний садизм, который в тебе растет. Есть жестокие дети. Самые жестокие по статистике – это подростки. Им было множество примеров и книг, и рассказов, сюжетов, когда дети зачастую создавали какие-то кланы, убивали, ну, повелители мух в том числе. Почему? Почему? В чем причина детской жестокости? Ну, причина там тоже несколько. То есть первая, основная – это все-таки, наверное, сбой гормонов, взрыв. Потом родители не умеют разговаривать с детьми именно в возрасте 11-12 лет, потому что дети, они становятся под чмучками, а родители в это время устают. Он приходит с работы, ему некогда разговаривать. Он хочет приготовить, покушать, он хочет там прибраться, собраться, постирать, приготовиться на завтра. У ребенка остаются вопросы, и он начинает искать эти ответы. И ищет, зачастую, бывает так, что неправильно, ищет не в тех источниках. Это может быть интернет, либо это может быть телевизор, либо это просто уличные какие-то посиделки. И там все искажается, все это неправильно. Отсюда идет агрессия, отсюда недопонимание, отсюда первые симптомы, что меня недолюбили родители, я не нужен родителям. Потому что я спрашиваю, мне они отвечают. Я ищу, мне не дают. Отсюда накапливается агрессия, обида, боль, непонимание. А все это выливается потом в злость, в позлобленность. И отсюда жестокость появляется. А если мы возьмем пример родительской жестокости вопиющей, когда молодая девушка рождает ребенка и выкидывает его, извините, в унитаз. Почему такие случаи происходят в нашей стране? Ведь мы же достаточно цивилизованное общество. Или это иллюзия, такое представление нас? Но если взять такие случаи, это в основном за периферии Алматы, я так понимаю, такие случаи, события происходят. Нельзя до брака целоваться, нельзя держаться за ручку. Она понимает, что придет домой, идет там, нашинкует просто на салат и того парня прибьют, потом она не умеет денег зарабатывать, тот на ней не женится, потому что от него тоже гормоны играли, он просто хотел что-то сделать такое, самореализоваться как мужчина, но он не готов принимать семью. Это все неправильное воспитание изначально. Просто не надо из этого культивировать что-то такое страшное, непонятное. Это все норма. Это должно идти в норме с воспитательным процессом. Если мы научимся принимать это состояние и наш менталитет немножко хотя бы ослабит хватку в этом направлении, будет меньше таких событий. А есть возможность для ослабления этой хватки? И как все-таки донести эту идею до тех родителей периферийных, с нашей точки зрения, которые не совсем адекватно сообщают детям о сексуальности в их жизни? Наверное, для меня единственный выбор это придерживаться своей философии. Попытаться донести до близких, до родных, что вот так, вот так, вот так. Ребята, давайте не будем этого делать, но доносить в массы это уже, наверное, другой уровень. И другая сила, и другая поддержка нужна для этого. К вам приходит много женщин, которые не устроены в личной жизни. Мирович, на ваш взгляд, они не устроены, они не умеют налаживать отношения с мужчинами. Или же они сопротивляются усвоенным в детстве, в юности каким-то стереотипам. Да, там все вместе. Или же, вот знаете, сейчас в Казахстане какой-то вот бум бесплодия. Хорошо, что нашли способы лечения бесплодия. Но очень много попыток неудачного ЭКО. И с одним из гостей, врачом, гостей нашей передачи, врач, репродуктолог, мы разговаривали, и сошлись во мнении, что причиной вот таких неудачных проблем с ЭКО и вообще бесплодия женщин, это их внутреннее подавленное нежелание материнства. Не буду спорить насчет этой теории. Она имеет силу, она имеет смысл, но для меня было немножко другое видение. Почему женщина не может изучать ребенка? Потому что один из родителей, либо оба родителей, не готовы передать знания. То есть ты, если себя насыщаешь, и ты готов брать этот ответ, и ты понимаешь, что ты передашь своему сыну, либо дочери, пространство тебя награждает, он дает тебе эту возможность. Что касается, готова ли женщина, не готова, опять-таки мы возвращаемся в детство, как ее воспитывали. Первое, мальчику не звони, эмоции не проявляй, не говори про любовь, это стыдно, он должен приехать, да ничего он тебе не должен. Если ты во внешнем мире себя позиционируешь, что ты не дотрогай, и ты не можешь первым прийти к мужчине и сказать, я тебя люблю, пошли, давай, строи, давай, делай. Ну и сиди, сиди дальше и жди, когда к тебе кто-нибудь придет и скажет об этом какие-то слова любви, нежности. Как человек может тебе проявить эту нежность, если ты сам не способен подарить эту любовь? Это бесполезно. Женщины, которые говорят, я буду ждать мужчину, которому позволю себя любить, да, давайте посчитаем, сколько, миллиард и больше, но сидят и ждут. А потом кошки рядом сидят и ждут, а потом такие же подружки рядом сидят и ждут, ну пусть сидят и ждут. Почему мужчина должен любить себя сильнее, чем ты? Это глупо. Мужчина и женщина должны любить себя обоюдно. То есть это, это же растворение отношений. Если ты не растворяешься, значит ты лукавишься. Если ты лукавишься, то зачем строить время, тратить энергию, тратить жизнь, тратить на это? Женщины, которые приходят, и есть детские комплексы, травмы, да. Им в основном впаривали идею. Учить, заработать деньги, купить квартиру, машину. Вокруг меня множество таких женщин. Две-три машины, две-три квартиры, зарплата хорошая, одевается там, с нитки, с иголки. Для кого ты одеваешься? Ты приходишь в квартиру, дома, у меня котенок. Классно. Супер, здорово. Ну и как? Вот о причинах одиночества женщин. Потому что жадность. Потому что жадность. Очень многие женщины не хотят иметь ребенка, но это не признаются себе в этом, и ходят, делают эко, и попытки, и мужа лечат, если муж есть. Сейчас посмотрите, что происходит в обществе. Странности вообще, да? Много одиноких женщин. А женщины становятся, как мужчины. И в плане взятия на себя ответственности, самостоятельного обеспечения себя финансово, и даже в плане смены сексуальной ориентации. А в чем же причина женской неустроенности в личной жизни, на ваш взгляд? А я бы так не ограничивала только женщину. Я считаю, что и мужчины не умеют любить. И мужчины точно так же одиноки в своей жизни. Потому что у них свои претензии, что она должна быть, извиняюсь, даже не королевой, девочкой, женой, любовницей. Если ты хочешь все четыре ипостаси, чтобы женщины, ну, хорошо, дай ей реализацию, дай ей тыл, дай ей стян, дай ей защиту, дай ей хотя бы понимание того, что во имя тебя можно встать, а ты во имя нее встанешь. Опять-таки, это вопрос того, что мужчина и женщина не умеют отдаваться полностью. Женщины, которые одинакие, там жадность. Жадность. Я сидела на маминых психоанализе за 12 лет. Опять-таки, неправильный воспитательный процесс у моих родителей, что не допускали меня на эти психоанализы. Я слышала только одну претензию. Мой мужчина должен зарабатывать больше, чем я. Хорошо. Я этого не понимала долгое время, потом, когда стала подрастать, я понимала, что, возможно, таким образом она будет его уважать больше, если он будет больше зарабатывать. А тогда зачем ты будешь зарабатывать? То есть, там столько вопросов, они перетекали один за другим, я поняла, что там везде какая-то алочность. Что у мужчины алочность, что у женщины какая-то алочность. Женщины, которым сейчас ближе к 40 и не хотят выходить замуж, но это же зона комфорта. Она прекрасно понимает, что надо садиться в 7 утра, надо приготовить еду, надо проводить мужа, собрать детей, потом дети уйдут, надо накраситься, одеться сама, выехать на работу, вернуться, приготовить, покушать, собрать детей в школу, опять что-то сделать ночью ты должна быть супер-любовница, ну попробуй там сыграть любовницу после 12-часового трудового дня. Это же огромная работа быть в отношениях. Если ты встречаешь своего человека, который принимает тебя даже и без состояния любовницы, а просто как королева твоя, как твоя, не знаю, твой серый кардинал, который будет идти и как шея направлять себя, это уже огромное счастье. Мы не хотим делиться ни эмоциями, ни знанием, ни счастьем, ни создавать что-то. Это жадность. Но это на мой взгляд. Сейчас вот век развития индивидуальности побочный эффект, к сожалению, он будет и есть. Это развитие эгоизма. Эгоизм – это всегда разносторждествление себя с окружающим миром. Это нарушение связи собственной душой, нарушение связи с Богом. Это ощущение опустошенности и одиночества. Это как минимум неумение строить отношения. Главное – с самим собой. С мужчиной или с женщиной это уже вторично. И человек одинок наедине с самим собой. Он приходит поэтому к вам со своей внутренней пустотой. Есть ли выход здесь? Выход есть. Просто научиться любить себя в первую очередь. Как мы и говорили в начале нашего диалога, нашей дискуссии. Научишься любить себя не эгоистично, не себя любиво. Это пороки. Научишься любить себя, ты научишься любить другого. Но это же элементарно по Библии. Полюби ближнего самого, как самого себя. Если ты не можешь полюбить себя, как ты подаришь эту любовь своему ближнему, неближнему, дальнему родственнику, мужу, жене. Я за селенческую любовь. Пусть эта любовь нас целяет людей, потому что других инструментов сильнее, чем любовь, я не вижу. В амплитуду, может, в антагонизм пойдет ненависть, но это моментное состояние. От любви до ненависти там просто щелчок, и ты перегораешь во время обиды, агрессии, ярости, ненависти. Но ты понимаешь, что самое сильное содержательное – это любовь. Чем отличается любовь от самовлюбленности? Многие люди путают любовь к себе с какой-то крайней формы нарциссизма, эгоизма. Любовь к себе, здоровая, это уважение себя, своих желаний, своих мечтаний, уважение чужой территории, территории твоих конкурентов, территории твоих родных. Если просят, заходи на эту территорию, просят помогать, помогай. Это же тщеславие. Вот то, что вы озвучили, если одним словом сказать, грубо говоря, в одной форме, это тщеславие. Ты себе любиво себя любишь и представляешь себя во внешний мир только потому, что ты такой, и круче тебя нет, а глупости, круче тебя есть. И они всегда были, будут, и во все времена. Но позиционируй себя в внешнем мире, что я и есть такой, и все на этом. Принимай меня, люби. Нет, тебя никто не должен принимать и любить. Ты должен сам себя принять и любить таким. А общество и социум, он захочет приметь тебя, захочет не приметь себя. Люди, большая часть нашего общества, они не образованы, они не готовы, получается, делиться с этими знаниями. Вот как научить разум всех действительно полюбить себя и полюбить другого? Потому что все друг от друга чего-то ждут. Все в ожидании. Девушка в ожидании, парня на белой мерседесе, парня в ожидании, девушки там уже с богатеньким папой, уже все будет устроено. Потом они женятся. Вот вы говорите, любовь, на одной любви, как далеко ты уедешь? Первая проблема финансовая, у них начинается уже раскол в отношении. Раскол от увеличивается, потом обиды скапливаются, они знают, куда тебе обидят дети, опять, как справиться с этими эмоциями. И все перераскивает то, что мы получаем статистику как можно больше разводов ежегодно. Вот как вот людей научить вот этим знаниям? Первично родители, потом сам. А кто родители научит? Родители должны сами учиться. Это самообразование. Ни в школах, ни в университетах это не дадут. Если будет побольше просвещенных программ, либо, возможно, встреч, каких-то, не знаю, форумов. Но я не то, чтобы в это не верю. Пытались люди, это делали, но выхлоп был мизерный. А что сделать в данной ситуации? Да перестать ждать, кто никому ничего не должен. А вот смотрите, давайте возьмем регионы, не будем брать большие города, мегаполисы. Тоже самое, недалеко не уезжая, вот пригорода Алматы, там за языком и так далее, люди годами жили там, их родители были не образованы. Как они будут? Такой литературы на казахском языке тогда не было. И сейчас мало есть. Хорошая литература на казахском языке не могут перевести современную литературу в городе. Как им самообразовываться, которые всю жизнь изучали казахский язык. Они не образованы, тем самым дети не образованы. Дети изучают. И получается круто. И вот пошло-поехало. Мне все-таки кажется, может быть, здесь должно как-то повлиять всем образование, культура. Да, но и всеми здравия. Министерство образования перестанет выпускать каждый год новые книжки для пятого класса с непонятными картинками. И весь этот бюджет вложат в переводы именно классической литературы в сильных книг, то и на раздачу бесплатно желательно. Да, другой вопрос. Если даже Министерство образования выделить не книги будут издавать, а отправить таких специалистов, как вы, по регионам, чтобы они образовывали, вели беседы с их родителями, как правильно воспитывать. А будут ли они готовы к этому? Нет, не будут. А как с этим бороться, с мышлением уже людей, чтобы они могли максимально, как предыдущий спикер говорил, open mind, чтобы они убрали все эти рамки и наконец-то раскрыли свой головной мозг для новых знаний от таких специалистов, как вы? Я не считаю себя прям таким супер, прям большим специалистом. Я это делала для души и от души для людей. Но если брать на таком прям масштабном уровне городском, возможно, как обычно, то, что нам обещает наше правительство, это улучшение школ, повышение зарплат, дать возможность детям бесплатно обучаться в университетах и преподавать там такие специальности, которые не касаются их профиля, профилирующего образования. Я в прошлом году выходила в один колледж, я преподавала там и астрологию, и психологию, и кино. То есть дети были не то чтобы дикие, они, во-первых, приняли это за ура, первый, второй курс, для них это было все интересно, ново, но у меня возникло при первом собрании с преподавателем, потому что они имеют официальный статус, они там профессора, они преподаватели, декан, во-первых, они смотрели на меня, говорят, ты кто, тебе сколько лет? Я говорю, это имеет значение. Говорят, а почему ты детям ставишь фильмы, где целуются? Я говорю, а в чем проблема? Я говорю, детям за 18 лет. Я говорю, они не только целуются, поверьте мне, они сейчас уйдут за ворота, там будет алкоголь, и сигареты, и похлеще, чем поцелую. То есть, это да, это сложно. Если бы они могли привлекать таких специалистов, и образование, точнее, бюджет бы позволял привлекать таких специалистов, было бы легче. Может быть, все-таки принять эту серую массу, как, опять же, предыдущий спикер говорил, просто принять и просто найти свою нишу и работать с той аудиторией, которая готова в это все принимать, чтобы они были счастливыми. Ведь все-таки не каждому хватит места под солнцем, так сказать, потому что, может быть, такие люди и нужны для создания всего общества. Может быть, нам не нужно забивать свою голову вот этими большими глобальными проблемами, чтобы помочь им. Может быть, они в этой помощи не нуждаются? Как вы считаете? Ну, да, скорее всего, как вариант развития таких событий, там можно взять определенное количество людей, которые сами желают, уже созрели и готовы к таким знаниям. И это, возможно, постепенно волной пойдет в народы. А как вы думаете, может быть, каждый человек, специалист, берет на себя большую миссию, думая за других, да, то, что я хочу, это тогда не будет эгоистично, что я хочу изменить их жизнь. Это и есть эгоизм, потому что ты на данный момент считаешь, что твоя философия, твое мировоззрение, оно лучше, чем у другого человека. Это уже немножко попозит. Знаете, вот немного вернусь в прошлое, то, что вы сказали, что вы хотели бы поступить на психотерапевта. На психиатра. На психиатра. Недавно мы были в Москве, и в Москве вот на Арбате проводится целая выставка, что юристы профессиональные против психиатрии, психотерапевтов, потому что на данный момент вот за всю вот эту многолетнюю историю психотерапии, психотерапевтов, нет процентов вылеченности людей. Он равен нулю до сего еще и дня. Что они, наоборот, вредят людям, потому что они до сих пор не могут определить все-таки, каким должен быть нормальный человек. Ведь каждый человек раздавится со своими особенностями. Кто-то говорит, что он должен быть таким вот шустрым, в три годика уже писать, читать. Кто-то говорит, нет, он в пять лет. Вот как здесь быть все-таки? Ну, я считаю, что это немножко очень громко сказано закрыть психиатрические лечебницы, потому что любое заболевание психиатрическое, оно лечится и оно держится на ремиссии. Медикаментоза, неважно, психотерапия, разговорами, консультациями. Вы понимаете, что если не будет таких специалистов, по городу будут бегать чикатилы, грубо говоря, которые могут воткнуть спину в нож и дальше побегут, и не будет никакой ответственности. Если такие специалисты были бы у нас сильнее и у нас была возможность другая, возможно бы какие-то новые методики применяли, изучали бы эту сторону, но я не думаю, что нет пользы. Есть польза, поверьте, потому что человек, который имеет психиатрическое отклонение, он может социально адаптироваться в обществе, он может работать, он может зарабатывать деньги, он может воспитывать детей. Просто в какой-то момент, если человек осознанно пойдет к врачу и скажет, у меня внутри что-то беспокоит, то есть какие-то душевные начинаются расстройства, он понимает, что идет регресс, надо просто вовремя это потушить. Синдром Туретта, это замыкание нервной системы, когда человек начинает издавать определенные звуки, которые мешают обществу. Человек абсолютно здоровый, абсолютно нормально просто издает звуки, которые мешают людям, а дети не понимают, смеются над этим ребенком. И главное, не дети, а преподаватели просят уйти с уроков, либо вообще просят перейти в школу для спецобучения. Все-таки тем самым человек, не имея никакого как бы знания, их семья, и они действительно переводят детей в специализированной школе, и тем самым он ухудшается знания, ухудшается в своем самоощущении, в саморазвитии. Ну, это бежество самих учителей, скорее всего. Вот как вот бороться у нас так мало специалистов, когда вот так вот они... Ну, опять-таки, давать возможность образовываться, давать гранты детям, которые имеют какой-то талант либо желание выезжать из Европы за рубеж, изучать ту и иную специальность в медицине в области психиатрии и психологии. Почему они запартнерятся с другими университетами побольше, больше, чем больше, тем лучше? Счастье это уже происходит, и я думаю, что постепенно ситуация будет выправляться все равно, все равно, что не делается, то к лучшему. В любом случае, мы можем это наблюдать и в своей жизни, если будем повышать уровень своей осознанности, да, и прослеживать вот эту цепочку взаимосвязей между событиями. Мир Верс, спасибо, что пришли сегодня к нам на студию, поделились действительно нужной информацией, поделились своими это воспитание детей. Я желаю вам только удач, чтобы во всех ваших направлениях, вот в ваших действиях был только большой успех, чтобы этот успех сопровождал вас и чтобы ваши плоды приносили огромное счастье. Те сложности и неприятности, которые обрушиваются на нас в течение нашей жизни, каждый человек обязательно сталкивается с теми или иными испытаниями, непрепенно являются трамплином для стремительного прыжка вверх, к новым высотам. И если вы сталкиваетесь с чувством внутренней опустошенности, погружаетесь в депрессию, ощущаете себя удушаемым, апатичным состоянием, если вам грустно, плохо, одиноко, если вы ощущаете себя загнанным в жизненный тупик, отчаиваться не стоит. Стоит найти в себе точку опоры, сделать шаг вперед, этим шагом обратиться к специалисту для нахождения у него помощи. И тогда наверняка да, и облака запляшут, и жизнь заиграет новыми красками, потому что наши ресурсные состояния раскрываются только в момент кризиса. будьте счастливы и оставайтесь с нами. Спасибо. Продолжение следует...